Всем большой-большой привет! Меня зовут Анастасия, мама-кода зовут Барти, и это наш АСМР-канал. И сегодня у нас будет распаковочка, 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 распаковочка. В распаковках этой игры Мир Глёв. Это игра на ассоциации и на фантазию. Вы, наверное, уже знаете, в принципе, я рассказывала, что я каждую неделю встречаюсь со своей семьёй. Вот, вижусь с мамой. Давайте распакуем. Сейчас, секунду. Какой звук. В общем, вижусь со своей мамой, сестрой, братом. Иногда бабушка к нам приходит. Вот. Такая красивая здесь. Смотрите, этот, как его упаковочка. Упаковочка, упаковочка, упаковочка. Потомуante. Да. Всё. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Типография, наверное Запах типографии Давайте откроем, посмотрим Здесь сразу правила игры Комплектация и всякое такое Написано Давайте Такой листик приятный, кстати Обычно мы когда собираемся С семьей Мы там типа кушаем Болтаем, смотрим какие-нибудь Передачи Младший брат, он Всегда, очень часто Просят поиграть в какие-нибудь Настолки А я Чаще всего Это лентяйка Знаете Не очень склонна к играм И Ну к тем, которые у нас есть Вот так правильнее будет сказать Поэтому я Озадачилась этим вопросом Решила найти игру Которая вдохновит даже Тех Кто не очень любит настолки Вот Эксперимент на себе И вот как результат Я нашла мир грез Так что Проводим опыт на себе Самый Ну Я как бы Ознакомилась с игрой И мне понравилось Давайте я вам прочитаю Правила игры Мир грез Это увлекательная игра Которая позволит Окунуться в пространство Фантазии и творчества Ваше воображение И словарный запас Ключ к успеху В этой игре Вам предстоит Придумывать свои ассоциации К необычным картинкам А также укатывать Ассоциации других игроков В качестве ассоциации Можно использовать Слово Фразу Название Фильма Строчки Из стихотворения Или даже мелодию Это классно, да? Иллюстрации игры Мир грез Содержат множество деталей Которые будут вдохновлять На новые оригинальные Долгования Раскройте свой творческий потенциал И доверьтесь интуиции Значит здесь 100 карточек Иллюстрации С необычными красочными сюжетами 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 36 жетонов Для голосования В 6 разных цветах Пронумерованных От 1 до 6 Логично Так, давайте сразу искать это Вот они карточки Приятные такие, да? Так, мне самое любопытное было Посмотреть Какие же там карточки Потому что На вот На этой превьюшке Как бы, да? Которую я видела Они там Достаточно Ну, прикольные Так Значит, вот такая карточка Смотрите Тут какое-то Лохнесское чудовище И Это Победа Вот У него написано На лодке Победа Прикольно И рыбка Золотая Там В озере Значит Дальше показываю Осьминог Осьминог Такой У него тут Значит Птички Вокруг И он Типа купается Такой Симпатичный Здесь карточка Здесь Типа Эти Симпсоны Видите Они Прям Как с мультика Кажется Что-то там Свое делает Кто-то убирает Камер сидит Грустит Или Что он там Пьет Ага Да Смотрите Айболит Точно Розового Слона Чинит Чинит Лечит Типа Что здесь еще Трисниковика Греются У костра И не тает Прикольно, да? Ой У меня тут что-то Волосы А этот тут Короче Как дарзан Ой Этот Маугли Который Типа В лесу Но он По городу Скачет По веревкам Белевым Белевые веревки И у бабушки Туряки из окна Выглядывают Удивляются Бабушки бы Наверное Сами так хотели О, это Тор Я нашла Тора Смотрите Смотрите Это Тор Он Заказал Лапы На них По-моему Вот эта Ну вы поняли Картина Изображена Популяриз Знаменитая У меня сегодня все слова Что-то путаются А это Смотрите Фонарщик Зажигает Звездочки 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 Костю Вам каждую ночь Звездочки Зажигает Фонарщик Чтобы Вы спали Хорошо Заревная Лягушка В общем Тут очень Много Этих Вот Картина Карточек С разными Сюжетами Так Дальше Откладываем Смотрим Там Говорили Какие-то Есть Дети От Одного До Шести Штучки А Тридцать Шесть Шетонов Вот Тридцать Шесть Шетонов Для Голосования Потом Шесть Шетонов Победных Очков Из Деревянных Фишек Гномов Фишки Гномов Хочу Фишки Гномов Посмотреть Так Вот Я Одного Гнома Уже Высунула Отсюда У него Вот Такой Перед Вот Перед И Шопка Шопка Спинка Их Тут Несколько Они Разных Цветов Как Этот Оранжевый Потом Ну Этот Прям Такой Даже красный Часть Коробки Она Типа Как Поле Игровое То есть По нему Можно ходить Каждый Гномик Для Гномика Я смотрю Есть Подставки Того Цвета Жду Гномик Немножий Достаем Гномик Зелененький Потом сиреневый Я стараюсь аккуратно, чтобы вам не шуметь Синенький Прикольно пахнут Тоже, ну, типа краской Типографией Желтенький, гномик пошел Давайте теперь кружочки высунем Некоторые высунулись достаточно громко Поэтому я их, наверное, вне кадра вытащу Ну, круглешочки сами Я хочу поставить каждого гномика в их круглешочки Вот Желтенький в желтеньком Ой, я вам так показываю Вот он На подставке Так, сиреневый Ага Такие няжные, они вообще миленькие, да? Оранжевый Обошел Так 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 Я их тут у себя рядышком ставлю, не переживайте Далеко Далеко не убегут они От меня Потом вам расскажу В телеграм-канале Можете заглянуть ко мне Я напишу там, как мы поиграли С семьей Я думаю Мой брат будет в восторге Потому что он вообще любитель настолок А тут если он Увидит, что я еще сама выбрала игру Ой Он обрадуется Привет Привет У меня тут еще партик Под столом Лежит И Шумы делает Вот он Это красненькие Они отличаются Я имею в виду Это который оранжевый Это просто камера Передаю Видите, цвет как будто бы Типа меняется Но нет Вот он Один красный Другой оранжевый Может это будет моя Это превьюшка С гномиками Все, они у меня тут теперь стоят В кучке Дальше Что у нас там В общем Рассказываю Подготовку к игре Колода Перемешивается Которую вот я В самом начале Показывала Вот эту И расстаются Карты Участникам По 6 Чтоб в закрытую Игроки могут видеть Только свои карты Остальная Колода Выкладывается Стопкой На середину На середину Стола Рубашка вверх Каждый участник Выбирает себе Фишку гнома Определенного цвета И размещает ее На игроковом На игровом поле На клетке старт Это вот тут Вот он Получается Вот он старт Финиш Написано То есть он начинается И заканчивается Так же по кругу Я так понимаю Я бы выбрала себе Наверное Красненького Либо желтого Гнома У нас так как-то Всегда складывается Что я Ну как-то Обычно желтенький Либо Такое красное Вот Либо черный Но черного гнома Тут нету Вот Я думаю Моя мама Выберет либо красного Либо сиреневого Брат Будет играть Наверное Синим А у Сестра Наверное Может зелененьким Либо желтеньким Тогда в зависимости от того Кто кого Кто что Короче выбрал Мне в принципе Без разницы Я могу играть Тремя В смысле не сразу Либо желтым Оранжевым Либо красненьким Короче На любой вкус и цвет Участникам Расстаются жетоны Для голосования По цвету И фиши гномов Вот они Вот они Смотрите Вот они Фишки Это тоже Желтый Оранжевый Красный Зеленый Синий Зеленевый И Почему Так Вот эти два Надо в камере Наверное В жизни Оно нормально Различается Я имею в виду Нету проблем С тем Чтобы различить Оранжевый Красный А в камере Они как будто бы Чуть-чуть Сливаются Или это мне так кажется Но в жизни нормально А сзади Вот они Такие Закрытые Видите Так Слышали? Какой-то звук был Надеюсь Это были не гномы Он Они Закрытые Они И Закрытые Так, давайте дальше посмотрим Значит, жетоны для голосования Расстаются Количество жетонов должно быть Равно количеству игроков Например, если играет 4 человека То расстают 4 жетона Цифрами от 1 до 4 Вот, до 4 Ну, в принципе, понятно И определяется ведущий Это первый игрок Написано Ход игры Да кто-то орет Непонятно Да, у нас идет А здесь, кстати, все подробно Вот нарисованы, если что Фишечки, гномики Ход игры Первый игрок, то есть он же ведущий Выбирает одну из своих карт Которые ему простали до ранее Придумывает к ней ассоциацию Озвучивает ее другим участникам И кладет карту на середину стола Рубашкой вверх Важно Придуманная ассоциация Не должна быть слишком сложной Или слишком простой для всех игроков Если ее никто не отгадает Или отгадают все участники Ведущий Не заработает очки Это классно Это хорошо Потому что можно реально Специально придумать сложную ассоциацию И чего никто туда не угадает Другие игроки Выбирают из своих карт Одну Которая, по их мнению Наиболее подходит К ассоциации ведущего И также выкладывают ее На середину стола Рубашкой вверх Ведущий Перемешивает все Выложенные игроками Карты И раскладывает их в ряд картинками вверх Порядок карты в ряду Считается слева направо Задача игроков Угадать какую из выложенных на столе карты Разгадал ведущий И проголосовать за нее Каждый игрок, кроме ведущего Выбирает карту, за которую он хочет проголосовать Берет жетон В соответствии с порядковым номером карты И кладет его перед собой Цифрой вниз То есть вот тут С обратной стороны Эмблема А он кладет вот это Круче вниз Цифрой Чпак Вот так Важно Ведущий Не голосует И не комментирует Выложенные на столе Карты Потому что он вытаст Себя, правильно? Голосовать за свою карту Нельзя То есть так, когда ты выкладываешь карту По ассоциации ведущей Ты за нее голосовать не можешь Так, хорошо Когда все участники проголосовали Жетоны для голосования переворачиваются И размещаются на карта В соответствии с их номером Тут даже нарисовано Что вот у первой карты Один Жетончик А у третьей два Третьих жетончиков Так, дальше Подсчет очков Тут так удобно Есть вот такая табличка Популярно Тут все написано Типа что происходит От В зависимости от Результатов Голосования В общем Здесь значит Написано Если карту ведущего Отгадали все Что делает ведущий И что делают другие игроки Ведущий остается на месте А другие игроки Делают два шага вперед За отгаданную карту ведущего Если карту ведущего Никто не отгадал То Ведущий делает Два шага назад Потому что Видите Там же говорили Что не должна быть Она не слишком тяжелой Не слишком легкой Ну а снатая И под звездочкой Если игрок Ну ведущий Короче Не продвинулся На поле Дальше Двух клеток А ему нужно сделать Два шага назад То он возвращается На старт Вот так И Если карту Если карту ведущего Отгадала часть игроков То Ведущий Делает три шага вперед И плюс По одному дополнительному Шагу вперед За каждый голос А игроки Они делают Три шага вперед За отгаданную карту ведущего Плюс По одному шагу Вперед за каждый голос За свою карту То есть это значит Что они Классно похоже Подобрали ассоциацию Что люди подумали Что их карта Это карта ведущего Прикольно Так После вот этого Всего что произошло Все открытые карты Уходят в сброс То есть те которые 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 играли И игроки Добирают По одной Карте Карте Из колоды И ведущим На следующий ход Становится игрок Сидящий слева От предыдущего Ведущего Роль ведущего Переходит от игрока К игроку По часовой стрелке Легко И окончание игры Игра заканчивается Когда кто-либо Из участников Дошел до финиша То есть Вот он вот так вот Идет И так И дошел обратно До финиша Если кто-либо Из игроков Дошел до финиша Но все участники Захотели Продолжить Игру Победитель Берет Жетон 30 на 60 Своего цвета Вот это 30 Вот 30 И 60 Чтобы не забыть Количество Набранных Очков И идет На второй Либо третий Круг Поняла Поняла 30 и 60 Это потому Что здесь 29 годов И финиш 30 Если в процессе Игры Закончилась Основная колода Карту Перемешайте Карты И сброса И продолжайте Ими игру Класс И вариант игры Для двух игроков Это вот Чем мне еще Игра понравилась Что тут Не только Типа на огромную Компанию Но так же Вот на два игрока Подготовка к игре Карты Выкладывают За стопкой На середину Стола Рубашка Вверх Участники Выбирают себе Фишки И размещают Их На игровом Поле На клетке Старт На старте Участникам Расстается По пять Шетонов Для голосования С цифрами От одного До пяти Которые По цвету Совпадают С цветом Их И определяют С цветом Их Игрок 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 Открывает Пять Карт Из колоды И выкладывает Игрок Загадывает Ассоциацию К одной Из выложенных Карт Произносит Ее В слух И подтверждает Выбранную Карту Шетоном С ее Порядковым Номером Шетон Выкладывается Цифрой Вниз Второй Игрок Колосует Тремя Шетонами Короче Он выкладывает Он может Выложить Я уже прочитала Он может Выложить Либо Типа Все Три Жетона На Одну Карту То есть Там У него Уже Сами Цифры На Жетонах Смысла Не имеют То есть Он просто Может Выложить Например Три Либо Три Жетона Как я Сказала На Одну Карту И тем Самым Типа Пойти В Ва-банк Или Например Распределить Три Жетона На Каждую Из Карт И тем Самым Уменьшить Риски На То Что Он Там Неправильно Попадет Ну Либо Например Два Жетона На Одну Карту Один На Другую Карту Ну И Цель Угадать Карту Ведущего И Когда Этот Игрок Разложил Ведущий Показывает Свой Жетон Тем Самым Показывает Карту Какую Он Загадал Потому Что У него Там Будет Номер Котор Выбрал И Почет Очков Тут Идет Количество Жетонов Игрока На Заданной Карте То Есть Там Можно Было Три Жетона Максимум Три И Ноль Если Ноль То Ведущий Два Шага Назад И Игрок Два Шага Назад И Опять Так Если Короче Они Не Продвинулись На Две Клетки То Просто На Старт Возвращаются Если Один Отгатал Одну Карту То Ведущий Делает Три Шага Вперед А Игрок Который Угадывал Один Шаг Вперед Если Две Карты Угадал То Ведущий Пять Шагов Вперед А Игрок Три Шага Вперед И Если Три Жетона Сталина В Верной Карте То Ведущий Остается На Месте А Игрок Пять Шагов Вперед Делает Так Далее После Всего Этого Открытые Карты Уходят В спрос Роль Ведущего Переходит Другому Игроку А Если Ну Короче Я так Понимаю Повторяется Это Все И Если В Голоде Закончились Карты Перемешивают Спрос И Дополняют Голоду И Окончание Игры Выигрывает Откуда Переходит Первым До Финиша Короче Можно Даже В парочке Играть Очень Здорово И Продвинутый Предлагаем Продвинутый Вариант Игры Он Заключается В том Что Перед Каждым Ходом Ведущий Китает Кубик А Вот Он Вот Он Китает Кубик Вот Он Тут Видите Такой Дисторик Вообще Вот Дисторик Значит Ведущий Китает Кубик И В зависимости От Выбавшей Грани Объясняет Ассоциацию Выбавшим На кубике Способа Ну Как Вы Поняли Что Кисточка Это Значит Изображает Ассоциацию В виде Резунка Это Я тоже Догадалась Значит Цифра Один Вот Такая Такая Сейчас Вот Если Вот Эта Цифра Один То Объясняет Ассоциацию Одним Словом Если Вот Эти Масочки Масочки Если Масочки То Объясняет Ассоциацию Мимикой И Шестами Без Слов Если Вот Это Палец Вверх То Объясняет Ассоциацию По стандартным Правилам Так Потом Двадцать Сейчас Сейчас Он А Шестами И Двадцать То Объясняет Ассоциацию По стандартным Правилам Но Объясняет Объясняет Ассоциацию Стандартным Правилам Просто я в восторге, у меня уже появилось желание поиграть, я говорю, у меня семья, наверное, удивится, что я захотела поиграть, но, блин, реально такая прикольная игра, так что ее стоит покупать в компании и особенно для тех, кто, например, раньше не особенно любил настолки всякие. А для тех, кто любит, это вообще, наверное, восторг будет, мне кажется, это что-то новое такое, в плане того, что я знаю, что есть типа похожие игры на воображение, но все-таки эти, просто тут вот это оформление, вот это. Будут потом картинки классные, новые. Бывает, играешь, играешь в одну и ту же игру и уже, например, угадываешь, просто потому что ты там додумалась, а потому что уже знаешь правильный ответ, допустим, да. Я имею в виду не конкретно вот в играх на там ассоциации воображения, а просто в других тоже играх такое бывает. Вот, ой, одна уже собирается вылазить потом. Вот так. Если что, я артикул, ссылку оставлю в описании от этой игры. Правила довольно-таки простые и хорошо объяснены в книжечке, поэтому я такая довольная вообще. Вот, если что, рекомендую к покупке, к покупке, к покупке. Не забывайте подписываться в телегу, потому что я туда публикую какие-нибудь там результаты своих распаковок, там, например, что я отправила назад, если не подошло, что испортилось и так далее. Я по игре тоже там что-нибудь напишу, как мы поиграли, как понравилось моей семье и так далее. Ну и вообще, в принципе, если интересно, когда видео выходят, просто там обо мне какие-то новости, то вы тоже можете подписываться в телеграм и в инсту тоже. Потому что там у меня, кстати, в инстаграме у меня очень много всяких обзорчиков интересных выходит. Это для девочек много, да? До косметика, до украшения. Вот. Надеюсь, вам было интересно. Вы расслабились, нашли в себе классную игру. Ее можно также в подарок кому-нибудь подарить. Как подарок, мне кажется, идеально. Спасибо большое. Спасибо за комментарии, за лайки, за просмотр. Всем спокойной ночи и всем пока. Пока-пока-пока-пока. Пока-пока-пока.